Добровольцы в городе Мы обсуждались утром, обсуждали, что это практически устланная ковровая дорожка. Тоже вопрос задам, не совсем по теме. У вас потрясающий значок, что он означает? А у вас серьги, откуда они, что это? Это серьги из Архангельска в силу своей активной общественной деятельности. Я часто бываю в разных городах нашей Родины, и поэтому, мне кажется, очень интересно привозить это. Это какие-то аутентичные вещи, сделанные руками местных мастеров, и они несут какую-то... Что это? Это кости. Кости? Костя, да. Костя, так с утра к нам еще никто не приходил. С костями. Вот, но у меня значок, это символ Республики Крым, Грифон, это от Молодежного центра Республики Крым. Добровольцы в городе. Что это такое за организация, что это такое за проект? Ну, это проект, это не организация. Есть организация, которая называется «Устойчивый Крым». Она реализует много разных проектов, и вот «Добровольцы в городе» — это один из проектов, которые мы делаем. А в рамках него мы брали все территории, которые благоустроены в Крыму, да, это какие-то парки, скверы, дворовые площадки. Вот как раз таки то, что сегодня активно строится, приводится в порядок. И ребята, волонтеры проводили мероприятия на этих территориях, вовлекая жителей в бережливое пользование с этим пространством. Какие именно мероприятия можно провести, чтобы вовлечь жителей? На самом деле у нас были разнообразные мероприятия. Из примеров могу сказать, когда был день рождения Ивана Константиновича Айвазовского, мы проводили выставку его картин. И суть заключалась не только в показать его картины, а еще почувствовать себя настоящим художником. То есть любые жители города могли подойти и с помощью красок, баллончика, возможно, как-то руками, красками нарисовать какие-то картины. Также это мероприятие, например, в городе Саки есть аллея девяти героев. И, к сожалению, никто не знает, кто они, для чего установлена эта аллея. И мы проводили экскурсию с целью вовлечь людей, показать, что у вас в городе есть такое место, что оно значит и для чего оно. Также это мероприятие по вовлечению людей в свой двор. Грубо говоря, соседи друг с другом, живя в соседних домах, незнакомы. И вот мы проводили мероприятия, например, какие-нибудь квесты, интерактивы на их площадках. Показать, что, во-первых, у вас есть такая благоустроенная территория, что ей нужно пользоваться и активно ее развивать. И вот соседи проходили мероприятия, там, квесты участвовали, знакомились, там, общались, строили планы. А, может быть, вечером сходим погулять и в таком ключе. Смотрите, но откуда люди узнают о вас? То есть я сижу дома, смотрю телевизор, ем пирожки. Ну, а все мои остальные соседи где-то играют в квест. Как мне присоединиться и как узнать об этом? Ну, у нас была, например, к квесту, у нас была реклама заранее в соцсетях, и мы развешивали объявления. А также была сама реклама уже на мероприятии, то есть процентов 80 участников мы набрали уже на мероприятии. То есть мы там в микрофон, доброе утро, давайте выходите на улицу, проведем день активней. И люди спускались, допустим, со своими детьми, звали своих соседей и принимали участие в наших мероприятиях. Кто придумывает, скажите, все эти сложности и хитрости? Придумывали волонтеры, это было самое сложное, мне кажется, для них. И для нас было очень важно как раз ребят вовлечь такой долгосрочный проект, потому что им нужно было не просто вот прийти утром и сказать, выходите на наше мероприятие. Они сначала приезжали на эту территорию, они ее исследовали, осматривали, думали, что бы здесь такого интересного можно сделать, да, почему именно это, а не что-то другое. Проводили опросы с жителями и только после этого садились и ломали головы. Смотрите, Ана, у нас осталось не очень много времени, поэтому хотелось бы предложить вам обратиться к нашим зрителям, которые смотрят нас, может быть, призвать их присоединиться. Анонсировать что-нибудь. Но вы знаете, у нас первая часть проекта подошла к концу, мы сейчас подводим итоги. На зиму, несмотря на то, что в Крыму, конечно, достаточно тепло, но тем не менее. Это не Архангельск. Это не Архангельск, да, я согласна, но вы знаете, мне кажется, на терриковой части России люди гораздо больше привыкли к холоду, и минус 10, минус 20 они с удовольствием выходят на улицу, играют в снежки. Мы с вами люди более теплолюбивые. Так что сказать, вы знаете, есть такое выражение о том, что крымская зима сибирского мужика убьет. Мы убивать никого не собираемся, поэтому пока до весны мы будем работать у себя, подводя итоги, анализируя, что и как можно сделать лучше. И наши материковые коллеги тоже очень просят, чтобы мы поделились наработками, что, как вы понимаете, 60 абсолютно разных мероприятий. Вот мы сейчас их прописываем, упаковываем, чтобы поделиться, и ребята на материке точно так же могли вовлекаться и делать. Ну, а ребята за это время успеют придумать что-то новое. Спасибо вам большое за информацию. И мы, в свою очередь, тоже для вас подготовились, чтобы вы как-то приобщились к проекту. У нас есть вот всякие сувениры там внутри тоже с логотипом проекта, чтобы вот у вас были. Большое вам спасибо. Вы там поделитесь, там много внутри сувениров, на всю команду, мне кажется, разных хватит. Потрясающе. До Нового года еще 20 дней, а подарки мы уже получаем сейчас. Спасибо большое. Спасибо большое. Напоминаю, что в гостях у нас была Анна Цепа, руководитель проекта «Добровольцы в городе», и Елизавета Якунькина, тимлидер волонтеров.